Ох, горе мне, горе. Сначала доченька Пепочка пропала, А когда папа-свин пошёл на её поиски, То и сам исчез. Как же я без них теперь жить буду? Горе мне, горе. Нужно заявить в полицию. Только не буду говорить им, Что Пепа украл слендер, А то опять посчитают, что я их разыгрываю. Просто скажу, что папа-свин с Пеппой пошли в лес и пропали. Пусть ищут по следам, Или как это у них там делается с собаками, щейками. Если с собаками, То им, наверное, нужны будут какие-то вещи тех, Кого разыскивают, чтобы взять след. Точно! Вот Пепочкин носовой платочек. Как раз, наверное, подойдёт. Он ещё инвестирован. Это, наверное, ещё лучше для собаки. Пойду поищу вещи папы-свина. Надвигается гроза. Я в такую ночью пропала, моя Пеппа. Где же ты сейчас, моя крошка? Я по тебе скучаю. Так, что же это получается? У папы-свина нет ни одной грязной вещи. Я как раз постирала всё накануне. А вот беда. Пойду поищу в прачечной. Может, там завалилась какая-нибудь одёжка? Ох, как тут душно. Открою окошко на пару минут. Нет ничего, кроме его трусов. Стыд просто. Что поделаешь? Это лучше, чем ничего? Ну вот, мы и дома. Где я? Кто ты? Да ладно, мама-свинка. Неужели не догадываешься? Это же я, Слендер. Я твою дочь Пеппу забрал. И папу-свина. Ах, ты негодяй! Ну не ругайся, мама-свинка. Я ведь тебя к ним и принёс. Будете у меня жить. Это мы ещё посмотрим. Где они? А вот и они на детской площадке. Пепочка, дорогая! Пепочка! Дорогая! Папа-свинка, объясни, я ничего не понимаю. Почему этот чудовище говорит, что мы будем тут жить? Мама-свинка, дело в том, что отсюда нет возможности сбежать. И отпускать он нас не хочет. Вот я и подумал, что лучше пусть он тебя сюда принесёт. Чтобы мы были вместе. Понятно. Мама-свинка, идём я покажу тебе, где вы будете жить. Тут будет ваша комната. Но она слишком мала для нас. Да, я понимаю. Но дом невелик. И места на всех не хватает. А что с диваном? Он ведь не влезает в эту комнату. Меньше дивана у меня нет. И комнаты больше по размеру тоже нет. Придётся, наверное, от него отпилить кусок. А тут наша кухня. Здесь, мама-свинка, ты будешь готовить на всякие вкусняшки. Но почему тут такой бардак? Никто не любит мыть посуду. Мы все очень ждали тебя. Ну, в общем, я пошёл, мама-свинка. А ты отдохни. Только прежде перебери тут. Вымай окна. Натри полы. Выбери кухню. Посади под окнами семь розовых кустов. Разбери семь мешков фасоли. Белую отдели от коричневой. А главное, ты познай самая себя. И намели кофе на семь недель. Так. Где этот слендер делся? Что случилось, мама-свинка? Я не собираюсь тут оставаться. Но, мама-свинка, отсюда нет выхода. Где он? Слендер! Слендер! Я тут. Чего ты кричишь? Ты уже всё сделала, мама-свинка? А ну, быстро верни нашу семью домой. Я не могу это сделать. Кто сюда попал, никогда назад не возвращается. Я не давала своего согласия, чтобы меня сюда принесли. Так твоя семья решила. Меня нужно было спросить сначала. Об этом месте никто не должен знать. Я не могу вас отпустить. Мне всё равно, что ты там себе напридумывал. Возвращай нас домой. Иначе я тебе в голове дырку сделаю. Мама-свинка. Полегче. Папа-свин, не вмешивайся. Я сама разберусь. Слендер, а ну иди сюда. Ты сегодня зубы чистил? Но у меня нет зубов. А голову мыл? Ноги, руки мыл? Зарядку делал? Да хватит уже. Как я устал от вас. Убирайтесь отсюда, пока я добрый. Чтобы я вас больше не видел. Эээ, нет. Ты нас сюда принёс. А мы должны теперь сами ногами черти куда топать. Отнеси нас домой сам. Ладно. И нас заберите с собой. Нет. Как нет? Это же репортеры с нашего городка. Их тоже достав домой. А как же я? А меня? Ведь меня Миша дома ждёт. Да что тут творится? Так, знаешь что? Чудовище ты! Ты чего детей тут без родителей держишь? И всех детей домой отпусти? Ладно. Чёрт с вами. Отпущу. Отстаньте только от меня. Других себе найду. Ставьте лайк и пишите в комментариях, понравился ли вам ролик. Делитесь видео с друзьями. Проверьте подписаны ли вы на канал. И жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Спасибо за просмотр. Всем пока!